Кирилл Васильев рассказывает, свое первое сентября в кадетской школе имени Кочетова он не забудет никогда. С того торжественного построения в его жизнь вошла железная дисциплина, строевая подготовка и военное дело. Тогда 11-летний мальчик получил первое звание кадет. За пять лет дослужился до самого высокого титула в школе и окончил ее вице-корабельным старшиной. По мере своей учебы понимал, что военное это мое и стоит в дальнейшую мою жизнь связать с этим. И уже буквально на днях я еду в Москву поступать в университет Министерства обороны. Школа рассчитана на 225 человек, но желающих заниматься здесь гораздо больше. Многие родители мечтают, чтобы их дети учились именно здесь. Мне очень нравится, как учитель физкультуры Дмитрий Иванович помогает нашим детям решать конфликты между собой. Если, например, они не могут договориться, то он их ставит в спарринг и предлагает им на ковре выяснить отношения. На этом конфликт исчерпывается, поэтому у нас все такие вот мальчишеские конфликты решаются очень быстро, без всяких последствий. Основной профиль кадетской школы – военно-морской. Но в здании 1932 года постройки нет условий для получения полноценного кадетского образования. Мы не ведем какие-то предметы, мы вынуждены ходить в соседнюю, вторую школу. Это и предмет технологии, это пение. И дети занимаются, у нас в школе номер два, у нас подписаны соглашения. У нас, например, нет специального кабинета химии. Физика и химия находятся в одном кабинете, что тоже не должно быть по образовательным стандартам. В новом кадетском корпусе должно быть все по-другому. Помимо учебных классов, здесь разместят ТИРС, студию звукозаписи, киностудию и кабинет робототехники. Учиться здесь будут, начиная с пятого класса. Кстати, формально новый корпус уже создан на базе республиканской школы имени Кочетова. В сентябре 2018 года она примет не только ребят из Чувашии, но и из соседних регионов. Строительство кадетского корпуса условно разделили на три этапа. Первое и второе – это возведение основного здания и спальных помещений на 250 мест. В последнюю очередь будет построен крытый ледовый каток. Его введут в эксплуатацию на год позже. Строительство корпуса – часть проекта кадетства. Он по инициативе Приволжского полпреда Михаила Бабича реализуется в округе уже несколько лет. Наша школа будет шестой по счету в ПФО. У каждой свое направление. К примеру, в Башкирском кадетском корпусе готовят спасателей и десантников. Для парашютистов здесь создан учебный городок. На тренажерах кадеты учатся приземляться, собирать парашют и правильно действовать в воздухе. Здесь весь день расписан по минутам. Днем занятия в классе, затем физическая подготовка, бассейн, параллельно с учебой, ежедневные тренировки по рукопашному бою и спортивные соревнования. Даже без армейского опыта кадеты уверены – дисциплина здесь не хуже, чем в войсках. В Пермском крае учатся будущие сотрудники внутренних дел. Военно-морской флот страны пополнит тех, кто учился в Удмуртии. У нашего кадетского корпуса будет воздушно-космический и военно-морской профиль.